Лихие 90-е. Это звучит сегодня уже как какая-то страшная сказка. В 90-х действительно жить было опасно. Власть в руки взяли бандиты. Конкурируя между собой, они убирали друг друга в кафе прямо на дороге днём. Когда ты едешь в машине, тебя могли расстрелять и расстреливали. Прямо у тебя дома, в школах, на работе. Обычные люди существовали как пешки. Для них не было защиты от государства, от слабой милиции. Всё, что они могли сделать, жить по законам бандитов. Правительство не могло навести порядок в своей стране. Возможно, даже уже и не в своей. И в этот момент в стареньких брюках, рюкзаком через плечо, появился Данила Багров. Первый брат вышел в 97-м. Через три года второй. В фильме прозвучал важнейший для всей страны вопрос. А в чём сила, брат? На этот вопрос до сих пор никто не может ответить правильно. Ведь у каждого своя правда. Заказухи в 90-х были нормой жизни. Взрыв то там, то тут. Выстрелы. Дело обычное. Рекетиры трясли всю страну. От мелких торгашей на рынках до владельцев банков. Стать бандитом мог любой желающий. Раз, и ты уже на следующий день рекетир. Отжимаешь процент с продаж яблок у бабушки на рынке. А куда деваться? Время такое. Работы нет, а кушать хочется. Семью обеспечивать тоже нужно. Ведь у бандитов тоже есть свои семьи. Вот такое вот оправдание для них. Михаил Маневич. Вы вряд ли его знаете. Был такой вице-губернатор Санкт-Петербурга. Он ехал в своей машине по центру Питера вместе с женой. Бандиты стреляли в автомобиль десятки раз. Жена осталась жива. А вот Михаила убили. Я бы думал, у тебя осколки полгода из себя выковыривала. До сих пор один сидит в затылке. Мама пошла гулять. Говорит, господи, доченька там такое что-то. Выстрелы какие-то там чего-то. А он выезжал прямо со двора. Это вступление я сделал неспроста. Если вы смотрели фильм «Брат», вы, возможно, решили, что это кино да и только... Нет. Это фильм просто показывает жизнь 90-х. Она была такой и даже намного хуже. Буквально в двух предложениях расскажу, о чем фильм «Брат». Возможно, вы забыли. Отслуживший в армии парень возвращается в родной городок. Там, не считая разруха, Данила решает податься к процветающему брату в Питер. Правда, позже оказывается он наемник. Брат втягивает Данилу в войну с бандитом по кличке Чичен. Предлагают ему за устранение Чичена 2000 долларов. Данила убирает Чичена и начинается цепочка других криминальных разборок, в которых Багров выглядит супергероем, очищающим город от бандитов. В премьерном показе фильма «Брат» во-первых, зал был полон. Все, как по команде, не сговариваясь, встали и зааплодировали. И аплодировали очень долго. Фильм «Брат» в 90-х сочли многие негативным, вредным. Тут и так на каждом шагу криминал, бандиты, несправедливость. Так еще и фильмы этому популярному будут подражать. Натянут свитер в руку, обрез и давай бегать, отстреливать друг друга, считая себя праведником. У него очень много проблем было после той фразы, которую он сказал в трамвае. Не бивай, брат. Не брат, гнида черножопая. А в России как раз тогда расплодилось много партий, которые кричали на каждом углу, что «главные в стране исключительно русские». А все остальные должны валить подальше. Дружба народов, про которую твердили в совсем недавнем Советском Союзе, куда-то испарилась. Появились новые слова. «Чурка», «Чурбан», «Хач», «Черное». «Валите нафиг с нашей страны». Сергей Одинцов, как и другие участники первого, последнего героя, за кадром много общались с Бодровым. Сергей говорил про себя, что у него очень много друзей кавказцев. И, естественно, после этого фильма приходилось оправдываться, что «ребят, я же ничего против этого не имею». Это сценарий, как бы это те. Режиссер брата Алексей Балабанов с одной стороны получил всенародную славу. В то же время приходилось постоянно оправдываться за образ дикой бандитской России. «Я делал кино нормальное для нашего зрителя. Хорошее, нормальное кино. На нашей жизни фильм. Никакой там чернухи нет. Нормальное кино. Нормальный новый герой. Хороший человек». Балабанов считал, что в кино все должно быть достоверно. Пистолеты не резиновые, а настоящие. Он доставал их через знакомых в милиции. В то время, да в принципе, как и сегодня, за деньги можно было достать все. Вот только у съемочной группы денег было, можно сказать, и не было. Все расписано до последнего рубля. И то не хватало элементарно даже на одежду для актеров. Не говоря уже про еду. Актеры, каждый на съемочную площадку брал и свою одежду из гардероба, и еду в баночке. Кто картошку в литровой банке, а кто суп с хлебом. «Была одета, так как вот я ходила в институт, там черная водолазка, сейчас уже ставшие легендарные эти черные водолазки. Юбка у меня была короткая, язык и кожа, черные плотные колготки и берет. «Мама твоя?» «Не-е-е-е». «А, ну ладно, пока». Вот так снимали фильм «Брат». Сергею Мурзину на съемках первого брата было всего 32 года. Ему пришлось достать малиновый пиджак и остальную элитную одежду самостоятельно. А это было сделать нелегко, потому как сложно было купить джинсы, например, потому как они нигде не продавались. А если продавались, то стоили ой как дорого. Настоящие бандиты из 90-х на отобранные деньги у пенсионеров с рынков и просто грабежей веселились в ресторанах, на которые нередко совершали налеты другие бандиты, отбирая их, награбленные себе. И теперь уже эти веселились в кафешках, считая себя победителями. И так по кругу. Бандита тогда было определить несложно. Черные кожаные куртки, темные брюки, короткая стрижка. Свитер, который носит Данила Багров, похож на кольчугу. Такой доспех носили рыцари сотни лет назад. Правда, никто не планировал ассоциировать Багрова с рыцарем. Ну а так уж получилось, что словно рыцарь Данила разделывался с негодяями, олицетворяя всю Россию. Желание каждого человека, хотя бы так, хотя бы в кино, каждый ощутил себя добром с кулаками. 40 рублей. Всего за 40 рублей жена Балабанова купила этот свитер. Нужно было найти теплый свитер и просто попался на секонд-хенде, скажем так нашими словами. Вот она, куртка бандита утюга из лихих 90-х. Актер Владимир Ловецкий сыграл бандита утюга, до сих пор хранит куртку своего персонажа. И это не реквизит, он ее ни с кому не сделал. Это его куртка. Однако Данила Багров не первый рыцарь-боец с бандитами. За 5 лет до выхода первой части «Брата» еще в Советском Союзе сняли фильм под названием «Американ бой». Вы же помните такое кино? Главный герой, прошедший Афган, приехал жить в США. Приезжает в гости в родной город в России и узнает, что его товарищи по оружию убрали бандиты. Мстит им. Параллельно наводит в родном городе порядок. Людям нравится победа добра над злом. В реальной жизни такое бывает редко. Но эти фильмы были плохого качества. Плохая режиссера, примитивный сценарий, убогие реквизиты и свет, ужасные диалоги. Я по поводу Артура, тварь, я с тобой потом поговорю. Кто его послал? Это доктор. До «Американ бой» был снят действительно первый фильм о бандитах. За пару лет до развала Советского Союза участники ОПГ сами написали сценарий. Нашли режиссера, согласившегося снять фильм о них самих. В Татарстане дело происходило. Ведь именно в Татарстане находилось сосредоточение бандитов и сотен ОПГ. ОПГшники были в восторге, что они сняли кино? Фильм называется «День любви. 1990 год». Потратили на создание фильма 1 миллион рублей, а заработали 27 миллионов. Это стало отправной точкой для создания фильмов о бандитах, за бандитов и про бандитов. Балабанов близок к теме ОПГ, как никто другой. Но он не хотел снимать свой фильм на бандитские деньги. Хотя у самого денег было очень мало. Для сравнения, второго брата Балабанов снимет за полтора миллиона долларов, а первого брата за 10 тысяч долларов. Говорю в долларах, чтобы было понятно для каждой страны в их валюте. Алексей Балабанов. Родился в городе, который в 90-х станет одним из самых страшных криминальных центров России. В Екатеринбурге тогда было четыре мощные криминальные группировки. Между ними начнется настоящая бойня. Они ненавидели друг друга до такой степени, что даже после смерти не хотели лежать на одном кладбище. Я думаю, что Алексей знал эту жизнь. Иначе бы он не смог. Иначе бы он не снял такую картину. Настолько достоверно. Балабанов рос в Советском Союзе, когда все жили примерно одинаково. Однако семья Балабанова жила в достатке, выше среднего. Папа трудился в мире кино при высокой должности, а мама тоже начальник в медицинской сфере. Алексей с самого детства был сыт и одет с иголочки. Окончил спецшколу и уехал учиться на переводчика в закрытый город Горький. Он идеально знал английский, мог жить на нем великолепно. Карьеру сделать себе режиссера, где угодно. Но ему нравилось, и он получал невероятное удовольствие жить на русском языке. Как один из самых лучших студентов, он уезжает на стажировку в Англию. Тогда, сравнив жизни в двух странах, он понял, в каком месте он вырос и живет. Вернувшись обратно в Союз, больше никогда не хотел уезжать в ужасную Англию. Только Советский Союз и ничего другого. Он любит свою страну. Дешевле, чем у нас, скажем так. Чем сильно. Дешевле. И такая большая, как сливы, черешни. Вот живут, сволочи, в этом плане хорошо. А в остальном, в остальном у нас лучше. Только Советский Союз и ничего другого. Он любит свою страну. Однако, любимой стране существовать оставалось недолго. В России уже. В 90-х годах нужно было подстраиваться под новый режим. После института Балабанова призвали в армию. Можно найти информацию, где, типа, он воевал в Афганистане, там, каким-то чуть ли не гилером был. Но это не так. Вроде как. Воплотив отчасти свою работу переводчиком в Даниле Багрове, который тоже якобы не воевал, а писарем отсиделся. А вообще, по первому сценарию, Багров должен был убивать всех, кому не нравился Наутилус Помпилиус. Уж сильно нравился Наутилус Балабанову. Все же, столь жесткий сценарий режиссер переписал, хотя любовь к Наутилусу оставил, используя сильно много композиций группы в своем фильме. С Вячеславом Бутусовым он знаком со студенческих времен. Музыку именитый певец разрушил использовать бесплатно в фильме «Брат». Данила Багров, тот, который отсиделся в штабе писарем, профессионально мастерит глушитель из бутылки. Зритель начинает уже понимать, что Данила, скорее всего, не писарем был. Да и вообще, тогда действительно ходило много ребят по улице, которые прошли войну. Однако, не афишировали свое недавнее прошлое, чтобы не нарваться на неприятности. Российские войска по указу Ельцина вошли в Чечню 11 декабря 1994 года. В Грозный бросили необученных пацанов. Ребят, можно сказать детей. Силы противника были толком неизвестны, поэтому на всякий случай давайте всех пацанов соберем, которые у нас есть. Ничего, еще нас трогают, да и пускай воюют. Обратно парней привозили уже Грозом-200. В 2007-м Балабанов снимет фильм «Гроз-200». В день рождения Сергея Бодрова Грозный замкнули в кольцо. Тогда ему исполнилось 23 года. Тогда же министр обороны Павел Грачев произнес страшные слова. «Наши парни умирают с улыбкой на лице». Эта страшная бойня отразилась на многих экранных героях Сергея Бодрова. Кинокартину «Кавказский пленник» снял папа Сергея Бодрова. Сергей Бодров-старший. Фильм о рядовом и прапорщике, которые попали в плен на Кавказе. Он получил множество наград. Это первый фильм, где снялся Бодров. Первый из девяти. На Кинотавре Сергей получает приз за лучшую мужскую роль. Его органика была какой-то выдающейся совершенно. И рядом с ним партнером был Меншиков по фильму. Сильно известный актер. А сам-то Бодров. Он был никто в кино. И Бодров его, что называется, переиграл. Вот этой своей органикой. Причем, это его первая роль. И уже приз за лучшую мужскую роль. Посмотрев «Кавказского пленника», Балабанов тут же понимает, кого хочет видеть в роли главного персонажа для своего быстрого фильма. Чтобы просто заработать денег. Ведь Балабанов тогда хотел снять картину про уродов и людей. Но денег не было в том количестве, в котором ему нужно. Вот и решил снять, что тут такое быстрое, хайповое, близкое каждому о бандитах и героях. Это было не то, что ярко цветил, вот сказал и все ахнули, вот сделал и все удивились. Его талант был в естественности. Проживание того, что он играл, кушал, видел, общался. Никогда не было ощущения, что Бодров вошел в роль. Он туда не входил. Он там был. Виктора Сухорукова Балабанов знал задолго до брата. Они в Питере даже в одной коммуналке жили. Сухоруков тогда в кино почти не снимался. Только в театре играл, да и только. Денег было мало, часто выпивал. Да что там, бухал знатно. Они все были алкоголики. И Витя был, пусть он меня просит. Он об этом сам говорит в интервью. Он был конченый алкогол. Когда мы зашли к нему в комнату, у него на телевизоре была такая, знаете, вот эта вот... Салфеточка, да, такая, треугольничком, которая закрывает экран. А на салфеточке стояли семь слоников. Мурзин сыграл главного врага Данила. Человек-поговорка прям-таки. Любишь медок, люби холодок. Очень часто задают вопрос по поводу пословицы поговорок. Как это... Кто это придумал? Это происходило прямо на площадке. И Алексей сидел с такой большой книгой, насыщенно кровавого цвета, с таким золотым тиснением, сборник русских пословиц и поговорок. Такая вот большая. И вот он сидел и выбирал. Кроме поговорок, Балабанов решил сблизиться со зрителями через трамваи. Трамваи спасают главного героя от смерти. Главные герои встречают любовь в трамвае. Приходы в фильме с видом на проезжающий трамвай. Когда бюджет фильма 10 тысяч долларов, платить актерам просто нечем. Лишь бы на декорации хватило, да и на топливо. На пленку, монтаж, грим, еще много чего. А раз платить актерам нечем, значит актеров надо найти таких, чтобы они забесплатно снимались там. Для этого Балабанов учредил свою кинокомпанию, назвав ее СТВ. Но все-таки надо хотя бы несколько узнаваемых лиц, чтобы зритель хотя бы за кого-то цеплялся взглядом. Юрий Кузнецов был уже известен в период застоя. Его уже узнавали на улице. Вот правильно подмечено, узнавали на улице. Ведь почти все киноактеры в 90-е на улице и оказались. Работы не было. Кино снимали еле-еле, там почти не снимали. В стране разруха, денег нет. За плечом Юрий Кузнецову уже было 50 ролей. Но семья актеров в прямом смысле голодала. Когда Балабанов предложил сыграть бомжа, тот ответил, «А что играть-то? Я и так бомж». Во время съемок в массовке были настоящие бомжи. Камер для съемок было не так много, бездомным сложно было понять, что тут снимают кино. Однажды бомж, обычный бомж, подходит к Кузнецову и говорит, «Эх, мужик, жаль, хороший ты был актер. Жаль, что теперь ты с нами». У Балабанова была дурная репутация. Одни восхищались его работами, а другие упрекали в русофобии и называли его настоящим шизиком. Сергей Бодров из интеллигентной семьи. Без пяти минут кандидат искусствоведения. Не хотел произносить такие слова. Гоффман. Еврей что? Немец. А то и еврей как-то не очень. Его же Герман проклял. Герман написал совершенно чудовищную колонку о нем, по-моему, в общей газете, где назвал Лешу Балабанова фашистом. Балабанов смог разубедить его, что кино – это отражение общества всех его сторон. Да и в то время такие слова употреблялись в каждом дворе, в каждой семье. Балабанов хотел показать самих людей, какие вы, какие мы тогда были, чтобы они сами на себя посмотрели со стороны, какие они. Когда меня спрашивают, что в нем от вас, да, или он другой, или похож. Только чувство справедливости у Бодрова и Багрова. И больше ничего другого. Бодров до актерства успел поработать и школьным учителем, и спасателем на пляже в Италии, и даже кондитером, закончил МГУ с красным дипломом. Он все время сидел с каким-то бумагами. Я все время не понимал. Говорю, слушай, у вас сейчас там текста чуть-чуть не вычел, что ли? Говорю, да нет, я там это... Я посмотрел, а он засчитал диссертацию. Я говорю, что это там, какая-то архитектура и так далее. После первого брата не только пацаны старались быть похожи на этого справедливого, неторопливого праведника. Но и девушки мечтали Бодрова на палец колечко надеть. Они были уверены, что у него нет жены, детей, ведь он только что с армии вернулся. Ну, не успел ведь. Да, у него был роман с этой, с трамвайчика, которая... Ну, это уже в прошлом, ничего страшного, я ему прощаю. Они даже ходили по местам съемок. Должен же Бодров рано или поздно пройтись по этим местам в своем рыцарском свитере. Тогда люди слабо различали экранный образ и реальную жизнь человека. Сразу после премьеры первого брата Светлана, видимо, первая, набросила колечко на палец Сергея Бодрова. Поженились. Бодров стал звездой. Как раз на улице ему уже проблематично было появляться. Тут же сбегались десятки прохожих, просили автограф и просто пожать руку брату. Говорили спасибо, что разделался с бандитами. Светлана вместе с мужем появлялась редко. Почти никогда. Ей не нравилась публичная жизнь. Вторую часть брата Балабанов снимать не хотел. Но ни снять не мог. Говорят, что после съемок роман с Салтыковой продолжился и в реальной жизни. Как тебя зовут, красавчик? Данила. Нет, у нас не был, потому что я знала прекрасно, что Сергей женат и что у него все замечательно в семье. Поэтому, а для меня это сразу как стена, даже такой мысли не возникало. Балабанов же считал своей семьей съемочный коллектив. А жена для него ручка или сток. Он писал сценарии к новым фильмам. То и дело делал разные пометки в блокнот. Постоянно ходил с книгой в руке. Часто читал. Он был погружен в творчество. Места для женщины в его жизни просто не находилось. Хотя и родился сын от первых серьезных отношений. Все-таки супругой стала художник по костюмам. Ее звали Надежда. Здесь они сошлись идеально. Она не сидела дома, не ждала мужа с работы. Потому что она работала вместе с мужем рядом. На работу идет вместе. А с работы тоже вместе. Все общие интересы. Очень жалко, что конечно не сложилось. И мама и папа тяжело это пережили. Я естественно свою жизнь гораздо больше времени провел с мамой. Но просто какие-то встречи с отцом. Из-за того, что они были не так чисты возможно как мне хотелось. Они очень сильно запомнились мне. Андрей Краско. День растения у меня. В конце 80-х Андрей Краско вернулся из армии. Работы нет, денег нет. Работал слесарем. Своими руками шил себе одежду. Затем на продажу штаны, кофты, куртки. Он верил. Он знал, что это временная мера. Он станет узнаваемым актером. И о нем заговорят. А сейчас, а сейчас надо потерпеть. Потерпеть все будет. Скоро. Потерпи, Андрюха. Он даже землекопом работал. Могилы. Рыл. Верил в себя Краско. Он станет успешным актером. Роли в кино были. Вот уже пять ролей. Пятнадцать. Двадцать. А все не узнает его. Пятнадцать лет снимается в кино. Психика сдала. По известной схеме, нашел облегчение в стопке. Краско опустился, словно на самое дно той самой стопки. И живет в коммуналке. Моется редко. Не бреется. За одним из застольев, его очередная собутыльница пырнула ножом в сердце Андрея. Но промазала на один сантиметр. Он находился в клинической смерти в течение трех минут. Балабанов предлагает ему роль не для того, чтобы пополнить ряды своего штата актеров, которые играют за бесплатно. Он хотел помочь сорокалетнему Краско отвлечься от тяжелой жизни. Да и знал Андрея как отличного актера, которому, блин, не везет. Только после брата Краско стали приглашать сниматься в фильмах и в том же девяносто седьмом году в улице разбитых фонарей. Одна роль за другой. Отличные фильмы. Он узнаваем, уважаем, зарабатывал большие деньги. Он получил все то, о чем так давно мечтал. Вот только пить так и не смог бросить. Андрюшка принадлежал к потерянному поколению. К поколению людей 70-х, 80-х, которые, оказавшись вот в расцвете своих сил, своего возраста на стыке двух эпох, они, в общем, как правило, не находили себе места в жизни. Умер спустя восемь лет, как пришла слава. В сорок восемь лет ушел из жизни от сердечной недостаточности. На дворе тогда был 2006-й. Мурзин после премьеры «Первого брата» получил от криминальных авторитетов Питера новенькую иномарку. Местные бандиты не понимали это, как это, чтобы уважаемый человек ездил на какой-то жигулишке? Нет, братишка. Бери-ка новую иномарку. Бандиты обожали фильм «Брат». Когда одни подражали Багрову, другие смотрели на него как на какого-то неудачника. Он ходит в обносках, голодный. И не понимали, что же в нем такого хорошего. Беднота, да и только. Вот круглый. Это наша тема. Это наш брат. Наш брат. Многим парням более по душе приглянулась криминальная сторона. Легкие деньги, дорогие костюмы, бани, тачки. Так, чё ж там в обносках хотеть? Я буду лучше бандитом. Эти сцены снимали в коммуналке. Именно в той, где жил тогда Балабанов. Один из бутафорных выстрелов услышал сын Балабанова. Он выскочил в коридор и запорол удачный дубль. У нас очень долго не получалось. Там по тексту было, я тебе сейчас, я сейчас тебя убью. И я говорю, а мне не страшно? Леша говорит, ну давайте, что-то надо придумать. И он говорит, я тебя, сука, в глаз выстрелю. Это больно. Это страшно. Если что не так, я тебе, сука, в глаз выстрелю. Я так высунулся, выглянул. И сразу закричали, стоп. Меня кто-то прибежал, увел в другую комнату. Несколько, четыре или пять было. На пол! Я после брата, у меня здесь была гематома. Как меня Леша било об этот, об пол. На Балабанова тоже вышли криминальные авторитеты. Они предложили ему тонны денег, чтобы он снял фильм о бигбосе Борисе Березовском. Березовский был одним из главных бандитов России десятилетия подряд. Грубо говоря, он управлял страной. Хотя, наверное, так оно и было. Балабанов отказался от столь щедрого предложения и развернулся и ушел. Балабанова ничего не сделали за его отказ, потому что человек все-таки уважаемый даже в криминальном мире. Следующий фильм снимает о жизни прокаженных, живущих у реки. В тот день Балабанов вместе с женой, сыном, актрисой и оператором, который был за рулем, мчались к месту съемок. В ДТП автомобиль вылетает с дороги, перевернулся несколько раз. От полученных травм актриса не выжила. И все, дальше началось. Ну, Леша и раньше выпивал. Но надо сказать, что есть... Я вообще делю всех выпивающих на два больших класса. Первый, который выпивает, когда им хорошо, и который, когда им плохо. И вот Леха из тех, которые выпивают, когда им хорошо, это и шел в класс тех, которые выпивают, когда им плохо. Потом Балабанов взялся за фильм «Война». Местные думали, что идут съемки третьего брата. Ведь вот он Балабанов, Бодров... Однако нет, Бодров играл пленного офицера. Как раз это была уже вторая чеченская. Главную роль исполнил никому неизвестный студент Щепкинского училища Алексей Чадов. Три, сука. Я очень много знаю. Одно слово неправды, сразу стреляю. Максимальный. Везде. В Париже. Я помню, мы смотрели, люди в конце аплодировали и не вставали. Не уходили, никуда обсуждали. В зале прям. Получается, Балабанов зажег еще одну звезду. В этом же 2001 году Бодров решил попробовать своей силы в режиссуре. Лучше бы и не пробовал. Балабанов поддержал друга. Первый и последний фильм, снятый Бодровым, называется «Сестры». Про двух девочек, убегающих от бандитов. Сергей Бодров вместе со своим папой написал сценарий к фильму. Зрителям показалось, что Бодров в этом фильме появился в амплуа брата. И похоже, оно так и было. Живым Сергея Бодрова видели последний раз 20 сентября 2002 года. Тогда в горах сошла лавина снега. Я сначала даже не понял, я решил, что просто лавина отрезала их, нашу группу. Что они в каком-то месте, лавина не дает им просто выбраться. И он сразу сказал, что все, их нет. В Кармадонском ущелье на веке осталось 125 человек, включая Сергея Бодрова. В смерти Сергея Бодрова Балабанов винил себя до конца своих дней. И знаете, когда говорят, что вот человек винил себя в чем-то там до конца своих дней, как правило, это все ерунда полная, бред полнейший. Несколько там, пускай месяцев или лет там пострадает и все. А вот Балабанов действительно до последней секунды своей жизни просто уничтожал себя тем, что он считал себя виноватым в смерти Сергея Бодрова и 125 человек. Ведь именно он привез в Кармадонском ущелье Сергея на съемки фильма «Война». Алексей Балабанов много пил, водяры, долгие годы. Но после трагедии в 2002 ушел в трехлетний запой. Дошло до того, что Балабанов перестал выходить из квартиры. Он перестал есть, перестал следить за собой, не купался. Он только пил и пил. Когда жена услышала, что тот разговаривает сам с собой, открывает дверь в комнату, смотрит, а тот увлеченно наблюдает в одну точку. Он смотрит в выключенный телевизор и разговаривает сам с собой. Говорит, что здесь происходит, начинает заводиться, а он говорит, не мешай, я вижу человеку фильмы свои показывать. Очень долго приходил в себя. Помог Балабанову старый проверенный метод – работа. Следующий фильм под названием «Жмурки». Через два года в 2007 году тяжелейший для психики фильм «Груз-200». Балабанова все больше людей стали называть ненормальным. Говорили, психически здоровый человек такое снять просто не может. Прочитав сценарий «Груза-200», от ролей отказались Сергей Маковецкий, Евгений Миронов и многие другие. Он очень не любил, когда кто-то на площадке вдруг начинал весело разговаривать, не дай бог улыбаться или смеяться. То есть эта атмосфера нагнеталась, нагнеталась. Она была намазана специальным каким-то средством, чтобы мухи садились и ползали в кадре побольше. Но они были какие-то сонные, их привозили в таких сетках. По-моему, меня даже мазали, и, короче, чтобы они по мне ползали. Я помню, их вентилятором разгоняли, чтобы было много в кадре, чтобы их было видно. Балабанов хороший режиссер, это по факту. Если о каком-то другом режиссере, который там снимает фильмы, спроси у любого человека, «Ну, как тебе кино?» Он ответит, «Да никак, кино как кино». А за фильм Балабанова, за любой фильм Балабанова, каждый ответит содержательно. Или он больной, или он гений. И расскажет, почему. Балабанов не прекращал пить, он пил практически каждый день. И друзья удивлялись, как он может так долго жить в таком состоянии. Он посадил спиртным свою печень, сердце. И в 2013 году Балабанова обнаружили мертвым на полу в санатории. На столе недописанный сценарий к фильму. И назывался этот сценарий «Мой брат умер». На сороковой день после смерти Балабанова рухнула колокольня в церкви, о которой Балабанов снимал свой последний фильм. Та беседка из фильма «Брат» в последние годы почти развалилась. Неравнодушные люди организовали добровольческий сбор денег на реставрацию беседки. Открыли сбор денег среди поклонников Балабанова и среди поклонников фильма «Брат». Из 60 тысяч запланируемых на проект, просто на проект, они собрали 280 тысяч. Ну что ж, прошло 27 лет с момента премьеры фильма «Брат». Прошло 22 года со дня смерти Сергея Бодрова. А мы все еще их помним. И фильм, и «Брата», и даже новое поколение. И вот почему я сделал это видео. Я, в общем, расскажу, как оно было, а там, не знаю, можете верить, можете не верить. Я, в общем, в аптеке несколько дней назад стою. В аптеке у меня дочка заболела, дети сейчас все мои болеют. Передо мной стоит ребенок, ему лет 14. Ну, для меня это ребенок. С ним рядом еще один мальчик стоял. Ну, и вот этот, который повыше, постарше, протягивает телефон к терминалу, чтобы оплатить там свои лекарства, покупки. И смотрю, у него чехол для телефона, а позади написано «Брат 2». Я такой думаю, прикол. Я всматриваясь к, ну, к этому, к мальчику, который поменьше ростом, у него тоже телефон. И он крутит свой телефон, и у него чехол, и написано «Брат». Получается два брата. В одного чехол «Брат», а в второго чехол «Брат 2». Я хочу сделать об этом видео. Я не знаю, наверное, уже все терли-перетерли об этом «Брате», об этом «Сергея Бодрове». Но, блин, е-мое, я сделал это еще раз, и я с таким удовольствием провел время. Надеюсь, вы тоже. Продолжение следует...